МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Наша сегодняшняя программа выходит в преддверии одного из самых значимых событий для православных верующих. Накануне Великой Субботы, когда в Иерусалим стекаются десятки тысяч паломников, чтобы стать свидетелями чуда схождения благодатного огня, уже стала хорошей традицией прибытия святого огня в столицу Молдовы. Венчает эту апрельскую неделю праздник Пасхи. О значении и сути празднования Пасхи, о таинстве схождения благодатного огня поговорим с настоятелем Свято-Георгиевского храма в столице Протеереем Николаем Флоринским. Здравствуйте! Добрый вечер! Вы знаете, при подобных встречах, когда встречается просто прихожанин, я отношу себя к людям, не особо сведущим в теологии. Поэтому, наверное, мои вопросы продиктованы вот этими чаяниями людей, которые готовы верить, но очень не подкованы в этом деле. Поэтому не обессудьте, если вдруг, например, вопрос покажется, допустим, может быть, слишком обыденным. Но тем не менее, мы с вами живем вот в тот период, когда, или в тот момент, когда ожидаем, готовимся к празднованию Великой Пасхи. И часто вот я задаюсь вопросом, и задавал этот вопрос своим друзьям, а вот чем является этот день, и вот почему именно название носит такое Пасха? Да. Действительно, мы находимся в самом таком ответственном, в самом кульминационном промыжутке времени Страстной Седмицы, которая тоже называется Господня Пасха или Пасха Страданий, а уже пасхальная неделя Пасха Воскресения. Пасха подготавливает Пасху самый большой праздник из праздников, как поется в церковных песнопениях. Пасха Господня подготавливает ее Великий Пост. Великий Пост — это время сорокоднева, когда люди, строго воздерживаясь не только от пищи, не только от развлечений, но в первую очередь молятся, следят за своей душой, приходят в храм, исповедуются, причащаются, стараются, прошу прощения вас, меньше смотреть телевизор, меньше находиться в компьютере, заниматься именно своей душой, взглянуть в себя. Самое интересное, что человеческие глаза являются источником большого соблазна, и они направлены напротив другого человека. Мы зачастую видим, как человек одет, какие у него грехи, как он выглядит, как он разговаривает. Но так как глаза смотрят напротив, а внутрь не заглядывают, как раз Великий Пост предлагает нам такое особое время заглянуть, повернуть глазки в свое сердце и заглянуть внутрь себя, что у нас там есть. Заканчивается 40 дней Великого Поста, и начинается особое время, которое называется Страстная Седмица. И это особое время каждый день имеет свое название. Так, например, Великий Понедельник. В Великий Понедельник воспоминается ветхозаветный прекрасный Иосиф, которого родные братья продали по зависти в рабство. Он с собой символизировал Христа, который свой народ предал его на распятие. Великий Вторник. В Великий Вторник читается Евангелие о пяти мудрых и пяти неразумных девах, которые взяли с собой светильники и пошли в встретение жениху. И мудрые девы угасили свои светильники, так как жених еще не приходил. А нерадивые спалили свое масло и обратились, «Издайте нам Илея, потому что наши светильники гаснут, мы тоже хотим встретить жениха». И мудрые сказали, «Нет уж, пойдите, купите, потому что не хватит и вам, и нам». Этой притчей, которая читается в Евангелии, Господь показывает, что первый раз Он пришел на землю как раб, в образе раба, в образе уничижения. Второй раз Он придет судить Вселенную как Господь и Владыка мира. В Великая Среда воспоминается женщина, которая в дому Исимона Прокаженного в Евсаиде умыла своими слезами ноги Спасителя и отерла их драгоценным миром. И Господь сказал, где будет проповедана Евангелие, «Будет сказано этой женщине, потому что она приготовила меня к погребению». И Великий Четверг — особый день, который приравнивается даже к двунадесятым праздникам, хотя он не входит в них. В Великий Четверг совершилось четыре события. Первое — это умовение ног своим ученикам. Обычно, когда собирались в горницу на праздник, то собирались люди, и где был слуга, слуга обязательно умывал путникам ноги. Вы были не один раз на Святой Земле, знаете, что там есть пустыня и песок. И люди, труждающиеся, которые ходят, тем более, как ходили в то время в одних, можно сказать, центалиях, ноги всегда были пыльные. И первый признак гостеприимства было умывение ног. Но если не было раба в этом доме, если этот дом был бедный, то самый младший, живущий в доме, должен был умыть ноги гостям. Так как не было никого, кроме учеников и Христа, Господь припоясывался полотенцем, встал, налил таз воды и умыл ноги своим ученикам и сказал, «Вы называете меня Господой и Владыкой, но знайте, что я умыл ученикам и своим ноги, чтобы вы не превозносились и не гордились, чтобы вы показали пример смирения, какой я показал вам в вашей жизни». Второе событие очень важное. Господь по ветхозаветному календарю иудейскому встречал Пасху со своими учениками. На этой тайной вечере, я позже расскажу, почему она тайная, почему называется Пасха, Господь установил таинство, новое таинство, таинство святого причастия. Взяв третью чашу благословения, Он сказал, «Приимите и едите это тело Мое, которое за вас ломится во оставление грехов». И благословил чашу, поднял, благословил и сказал, «Эта чаша — новый завет, которая за вас и за ноги изливаемое во оставление грехов». А мы с вами знаем, что завет, завещание наступает только после смерти. Господь уже готовился к смерти. Он знал, что больше Он не будет ночевать в доме, в своем, не в доме друзей, потому что в эту ночь Его предаст Иуда. И вот после совершения таинства Евхаристии, таинства благодарения, когда Господь установил таинство святого причащения, вместе с учениками Он вышел в Гефсиманский сад. А Он находился, как вы понимаете, южнее склона от дома, где совершалась Евхаристия, недалеко от могилы Давида, в Сионской горнице. И там Он молился до кровавого пота, как человек, молясь Богу, Господи, если может, да мимо идет чаша сия, но, впрочем, не моя воля, но Твоя воля, Господи. И в это время Он взял с собой в Гефсиманский сад близких Своих учеников, Петра и Иоанна и Иакова, и просил, чтобы они бодрствовали и были рядом с Ним. Но глаза учеников были отяжеленные, они устали за праздник, за подготовку к празднику, и они уснули. Господь, как истинный человек, нуждался в поддержке, в друзьях. Он знал, что у Ему осталось жить считанные часы. И Ему так нужна была поддержка Его друзей, Его учеников, Его братьев, и как каждый из нас, который имеет какое-то горе или неприятность, ищет поддержку в своих друзьях, ищет на кого переться, чтобы Ему было легче понести тот груз, который на него навалился. Но он этого не находит. И вот четвертое событие, которое вспоминается, это предательство Юды. Юда целованием предал Христа. Вот в Великий Четверг воспоминается это событие. Мы с вами знаем, что после того, как Юда предал Христа, его взяли книжники-фарисеи, повели, скажем так, к начальствующим в приторию, повели его к Пилату, где держали всю ночь в оковах, где ночью совершился суд, и в пятницу Христа распяли. В пятницу распяли, и шесть мучительных часов он провел на кресте, страдая неимоверной тяжестью, потому что он страдал, как безгрешный человек. Он страдал за грехи всех людей. Мы с вами знаем, что такое иметь чувство ответственности, чувство тогда, когда ты кого-то обидел, и тебе, в первую очередь, тяжело на душе. Господь поднял грехи всех людей, преступников, добрых, хороших, подлецов, тех, которые прикрывались личиной хороших. Всё то, что называется грех и предательство, всё то, что отлучило человека от Бога, Господь на кресте понёс грехи людей и распял их со страстьми. Вот поэтому в Великой Пятнице, сегодняшний день, Господь умер на кресте, и так как накануне субботы тело не должно было оставаться, через шесть часов Иосиф Аримафейский, как его называет ещё церковь, благообразный Иосиф, с причистой Божьей Матерью и с женами-мироносицами сняли тело и быстро погребли в новом гробе Иосифа Аримафейского. А ученики что? Ученики разбежались, они испугались. Они видели совсем недавно при входе Господа в Иерусалим великое чудо — воскресение Лазаря. И они входили радостью со Христом. Они думали, вот, теперь мы тут сядем по разной стороне и будем вместе с ними управителями мира. Но когда Иуда его предал, его взяли и заковали, и привезли его в приторию, то они от страха просто разбежались и испугались. И вот Господь умирает. И над его безжизненным телом плачет Пресвятая Богородица, омывает тело своего сына слезами. И этот день считается самый постный, самый строгий в году. Потому что, как говорил один богослов, слезы всего мира не могли бы искупить или могли бы оплакать то, что произошло в эту Великую Пятницу. Мы не до конца даем себе отчет, какой это строгий и важный день. Потому что мы знаем, что уже через день, через два воскресения Господь воскреснет. И вот это знание, оно не дает нам пережить до конца чувство смерти и расставания, какое пережила Божья Матерь Иосиф Римофейский. Церковь называет Иосифа благообразной. Почему? Потому что он принял благой образ от Христа. Он стал тайным учеником Христа. Он видел не внешнюю сторону своей религии и веры, а именно внутреннюю. И ему импонировало то, что говорил Христос. Он слушал учения. Он находил глоток свежего воздуха для своей души. И вот когда настало погребение, он отдал свой гроб, который приготовил заранее, недалеко за городом, недалеко от лобного места. Конечно, это промыслительно все было устроено. Он отдал белую плащаницу, эту ткань 4 метров и больше, которую заворачивали покойников. Он отдал последние свои ароматы, которые были в небольшом количестве, наверное, в каждом доме на Востоке. Потому что Христа поспешно хоронили. Наступал день субботы, день покоя. И вот Святая Церковь, приглашая людей в Великий Пост, она приглашает стать такими, какими были любимыми Христа, кто его не предал. Как была Божья Матерь, которая слезами оплакала своего сына. Церковь в Великом Посту призывала людей оплакать свои грехи слезами. В символе ткани, плащаницы белой Иосифа из Аримафея, Церковь предлагала каждому христианину чисто жить хотя бы в это время, в этот промежуток. Теми малыми ароматами, которые Иосиф Аримафейский помазал Христа, они символизировали добрые дела, которые мы должны были делать в Великом Посту, для того, чтобы подготовиться к Великому Празднику Пасхи. Почему же называется Праздник Пасхи один из самых больших праздников? Праздник Пасха, Пасхи — это праздник победы жизни над смертью. Господь Сам в себе, уничтожив человеческий грех, восстал из мертвых. Святые Отцы говорят о том, что праздник Пасхи на самом деле имеет не только вот такой внешний признак, что Господь воскрес, а признак того, что жертва Христова была принята. То есть, Господь, воскресив Христа, простил человеческий род. Если бы эта жертва не состоялась, то наступил бы давным-давно конец света. Но Господь, Бог Отец, принял жертву Своего Сына и искупил человечество. И нам осталось очень мало. Это действительно глубокая вера и жизнь по заповедям. Вера в Христа Спасителя, вера в Его воскресение, вера в то, что через чистую жизнь мы можем обрести Царство Небесное и рай. Но вот, собственно говоря, осталось совсем мало до Пасхи. Суббота — день покоя, день ожидания. И здесь Господь не нарушил заповедь. В субботу Он отдыхает от дел Своих. Бог сотворил в течение семи промежутков Вселенную. Они в Библии называются днями, по-еврейски иом, то есть промежуток. Этот промежуток мог быть в считанные секунды по воле Божией, а мог формироваться несколько миллионов лет. Это одному Богу известно. Известно, что в седьмой день Бог почил от дел Своих. На кресте Господь принёс себе голговскую жертву и почил. В субботу почил от дел Своих. И здесь Он не нарушил закон. Почему называется Пасха таким словом «Пасха»? Что это значит? Пасха была в Ветхом Завете. Мы с вами помним, когда евреи были поращены в Египте на тяжёлых работах. Моисей пытался вывести иудеев и уговаривал фараона. И он не отпускал. И Господь устраивал 10 казней для того, чтобы умягчить или заставить фараона отпустить евреев из тяжёлого рабства, из плена. И вот когда последнее было наказание Божье, Господь приказал евреям заколоть однолетнего агнца, то есть огнёнка, чистого, непорочного, испечь его мясо на огне, не есть никакого квасного хлеба, есть только опресники, и кровью этих животных помазать свои косяки своих дверей. И вот ангел смерти, когда приходил ночью в эти дома и увидел косяки, помазанные кровью, он проскакивал молниеносно быстро. Поэтому слово «пасха» дословно переводится «скакать» или «проходить». Проходить мимо того дома, где были помазаны косяки этих дверей. Вместе с тем, это действительно проход. Проход евреев от рабства к свободе. Этот праздник действительно был очень прообразовательным, потому что в Новом Завете вот этот агнец непорочный явился Христос, который провел людей от смерти к жизни, который воскрес не ради себя, а он воскрес для того, чтобы мы могли воскреснуть вместе с ним, так как мы прощены. Его жертвой мы искуплены от греха, от проклятия, от смерти. И вот слово «пасха» так и остается проход, переход, но уже в Новом Завете в другое понятие. От смерти Бог жизни и от земли к небесе Христос Бог нас приведи, в победную поющая. Праздник жизни. Что может быть выше, что может быть лучше? Апостол Павел говорит, если бы Христос не воскрес, то была бы тщетна наша вера, было бы тщетна наше упование, была бы тщетна вообще наша жизнь. Кроме сумерка, ожидания смерти и этой страшной черной могилы, ничего бы у нас не было. Не было бы смысла жизни, не было бы радости. И поэтому это праздник из праздников и торжества из торжеств. И тот человек может ощутить праздник Пасхи всецело и достойно, кто, конечно, страстную неделю проводил со Христом в храме. Или дома, если не мог, но читал Священное Писание. Святой Лука Война-Ясенецкий, мы знаем, знаменитый был хирург, он сказал так, что кто в страстную седмицу не переходил на чтение 12 Евангелий, кто не сопереживал его смерти, тот не может и в полной мере ощутить радость воскресения Христова. И вот поэтому наша основная задача, если по какой-либо причине работа, какие-то семейные дела мы не могли быть с ними во время его страданий, то в праздник победы жизни над смертью нам надо прийти в храм и прочувствовать не просто за столом посидеть и выпить, поесть, что мы можем делать в любой день, а именно прочувствовать праздник Пасхи. Продолжим наше такое теологическое просветительство. Отец Николай, отчасти Вы уже ответили на этот вопрос, все-таки еще раз его озвучив в несколько иной форме. Вот почему в православной традиции Пасха является главным праздником? Ведь, смотрите, в католицизме, я так понимаю, что Рождество Христово для них наиболее значимый праздник, а в православии именно Пасха. На самом деле, самый первый праздник был праздник Пасхи тогда, когда еще не было праздника Рождества. Праздник Рождества Христово появился в начале V века. И католики, нынешние католики, была римская церковь в первых веках, всегда входило в пять патриархатов. Первый по диптиху, первый по чести, был римский епископ, потом уже был Александрийский, Антиехийский, Иерусалимский, и потом уже после Третьего Вселенского Собора стал Константинопольский, получив второе место по чести. И праздник Пасхи праздновался апостолами, и каждое воскресенье собирались как День Христов. То есть первый праздник, праздник радости, был праздник жизни, победы над смертью. Потом римская церковь, как вы знаете, находясь на Западе, несколько отдаленной от Востока, приобретала свои личные какие-то традиции. Например, папа, я не беру сейчас сказать, какой, если бы вы спросили ближе к Рожесту, я бы ответил, старенький, и забывать. Короче, тот папа ввел празднование Пасхи 25 декабря. Почему? Церковь не имела точной даты, праздновалось 6 января, Рожесту. Почему? Да. Почему он перевел на 25 декабря? Язычники в Риме праздновали День Солнца. И этот праздник языческий превосходил по своей красоте, по своей популярности, затмевал всякие христианские праздники. И вот Папа Римский решил перенести на этот день, потому что Христос в песнопениях называется Солнце Правды, Радость Восходящая и так далее и тому подобное. И поэтому, начиная с V века, на Западе стал распространяться культ более почитать праздник Рожестства, потому что он более праздновался более торжественно, с большими подарками и носил не только духовную составляющую, но и, скажем так, подарочки материальные. То есть Папа отчасти схитрил где-то, наверное. Ну, можно так сказать. Я позволю себе такую вот... Ну, вы знаете, и потом Восточная перешла на это исчисление. А что же 25 декабря празднуем? Поэтому все, что делается, все... Не так все плохо. Да. Ну, вот в связи с этим все равно вот такой обывательский вопрос позволю себе. Почему Пасха празднуется вот в разные дни, выпадает на разные дни? Нет определенной точной даты празднования Великой Пасхи? Это интересный вопрос, и я думаю, что многие знают, а многие не знают. Празднование Пасхи всегда Церковь самых первых веков придерживалась исторической справедливости. Та Пасха ветхозаветная случилась после 14-го Ниссана, после Дня Весеннего Равноденствия. После Солнцестояния. То есть здесь должны совпасть два календаря лунный и солнечный календарь. Они меняются каждый год. Есть большой круг в Руцелете 534 года и малый круг 19 лет. Это в Руцелетные года. В Древней Церкви, Антиохийская Церковь, которая находилась ближе, прошу прощения, Александрийская, ближе к звездам, вычисляли Луну, Месяцы. И потом остальным церквам, в том числе Римской, извещала день празднования Пасхи. Потом это стало возможно вычислять математически. И вот в первую очередь здесь должна соблюстись историческая справедливость. После 14-го Ниссаны еврейского месяца обязательно после Иудейской Пасхи. И поэтому христианская Пасха с иудейской никогда не может совпасть. Если она даже по календарю совпадает в один день, она всегда совершается в воскресенье и переносится на следующее воскресенье. Это так, чтобы не глубоко вдаваться, потому что кто интересуется, могут найти этот вопрос. Но так кратенько. Ну и такой вопрос, когда надо готовиться к Пасхе? С чего начать? Ведь существует самое разное, будем говорить, такие поверья за неделю, за какой-то другой период времени. Вы знаете, как я уже сказал в самом начале, к Пасхе надо готовиться с начала Великого Поста. В Египте святые отцы-пустынники собирались в прощенное воскресенье перед Великим Постом, прощались друг с другом, пели стихиры Пасхи и расходились в пустыню для подвигов. И только в вербное воскресенье они все собирались опять в своем монастыре, опять подготавливались, причащались и встречали Пасху. То есть весь Великий Пост это период для подготовки к Пасхе. Но как готовиться? Не стирать рубашки и гладить брюки, в первую очередь очистить свою душу любовью, милостыню, долготерпениями, добрыми делами. Богу ведь не главное, чтобы у нас не висела пыль с потолка или там были кто немощен непостиранные занавески. А у нас очень большой перекос. Если древние люди наоборот помнили о том, что душа равночестно с телом и надо поровну давать, как Господь когда-то показал молитву Бога Богове, а Кесаре Кесаре, так наша душа состоит из двух частей из живой души и из тела. Телу надо давать телу, а душе дух. И, конечно же, весь пост надо очищать себя исповедью, причастием, добрыми делами и молитвой. Но самые, конечно, подготовительные дни к Пасхе наступают именно на Страстной неделе. И, конечно, человек бесспорно к этому великому дню хочет украсить своё жилище, хочет навести порядок, хочет испечь куличи, приготовиться, разговляются люди, кто держал пост. Для них это великая радость. И вот важно не провести целыми днями на кухне, а это тяжёлый период. Его важно провести между церкви, между службами, между той же кухней и, скажем так, уборкой дома. Это самое главное. в мире, в своей семье. Потому что, если нету мира в эти святые дни, то в церковь напрасно ходил, то и приготовление пищи напрасно делал. Если в мире злоба, если ты раздражаешься, я вот устал, а вы мне не помогали, и вот там обычно жёны так раздражаются на мужей, что они ложатся на диван, смотрят футбол, не помогают им убирать, или не помогают варить холодец. Не задерживаются на работе, как часто бывает в нашей профессии. Ну да. Вот такая должна быть подготовка. В первую очередь духовная. Вот если можно такой короткий ответ на, может быть, очень банальный вопрос. Всегда на столе, на пасхальном столе появляются окрашенные яйца. В связи с чем возникла эта традиция? Да. Церковное предание, оно у нас наравне со Священным Писанием, говорит о том, что апостолы по лицу всей земли пошли проповедовать воскресшего Христа. Святая равноапостольная Мария Магдалина, которая была свидетелем воскресения, пришла в Рим и встретилась в пантеоне с римским императором Тиберием. И она начала им проповедовать и с императором надо было обязательно что-то поднести. Нельзя было говорить с императором без подарка. И она преподнесла ему просто яйцо и сказала, что вот воскрес Христос Бог и рассказала всю историю, которая случилась со Христом. На что скептик просуждав сказал, никогда не поверю, так же, как это яйцо не покраснеет твоей руке, так и не поверю тому, что ты сказала. Ее в руке это яйцо стало красным, и она вручила ему Тиберию, императору, со словами «Христос воскресе». И мы знаем, что он ее принял, и в пантеоне богов его стояла мраморная статуя Иисуса Христа. Но здесь красное яйцо, именно красное, имеет еще другой очень глубокий символический смысл. Сам наш земной шар, он имеет больше формы яйца, немножко приплюснут севера на юг, если вот он не чисто круглый на земной шар, а немножко приплюснут, он имеет действительно почти что форму яйца. И вот красный цвет символизирует кровь Христову, что Господь своей жертвой омыл и искупил все человечество от греха, от проклятия, от смерти. И поэтому именно красный цвет крови Христовой мы красим яйца, дарим друг другу, чекаемся, ну это уже такая народная традиция, да, и поздравляем друг друга со словами Христос Воскресе, а глубокий смысл, именно кровью Христовой Господь омыл Вселенную. Но мы с вами знаем, что праздник праздников и любой другой цвет, любой другой цвет радуги, он приносит в человеческую жизнь радость, ощущение цвета. Поэтому красит и в другие цвета яйца и украшает свои столы не только яйцами, но и куличом и Пасхой. Если хотите, я вам в двух словах расскажу, что такое кулич, чем отличается от Пасхи. Давайте, но чтобы осталось у нас время поговорить еще о главном чуде предпасхальной недели, о схождении благодатного авиа. Хорошо. Значит, куличи это не Пасха. Пасха это творожное сладкое, сладкий творог, как читается молитва на разговлении, огустевшее млеко. Огустевшее млеко сбивается в специальной формочке сладкое с яйцами, со сливками и выдерживается в форме пирамидки. А кулич это своего рода артас, это классный хлеб, артас, арто, воздух, это хлеб, который растет, признак жизни, признак роста. Не мертвый хлеб, азимус, опреснки, как иудейские, а именно артас, дрождевой, сладкий хлеб, который символизирует тоже воскресение Христа, новой жизни. Это кратко. Понял. Давайте поговорим, отец Николай, вот о таком чуде, которое принято называть восхождение благодатного огня в Иерусалиме в храме гроба Господня, в Кувуклии, когда там запирают патриарха Иерусалимского для того, чтобы он уже вышел оттуда с зажженными свечами. И в этот день в Иерусалим прибывает огромное количество паломников, десятки тысяч. И я, ну, так довелось мне, был свидетелем этого действия и наблюдал, стоял рядом с молящимися, ждал этот благодатный огонь, видел, какими глазами, ну, вот если говорить о том, что глаза — это зеркало души человека, то я видел абсолютно чистые души, ждущие чудо. И когда это свершалось, то, наверное, ну, знаете, трудно увидеть другую, такую многотысячную радость людей, которые вот с таким воодушевлением брали вот эти частички огненного благословения и увозили к себе в дома. Вот, ну, если можно, допустим, таким простым человеческим слогом рассказать, как это происходит, почему именно во время православной службы. Ведь, смотрите, храм гроба Господня, он же, так сказать, в услужении самых разных конфессий, не только православных. Шесть конфессий. Да, да, но ведь тем не менее, вот именно когда в этом храме находятся православные, именно тогда происходит вот это схождение благодатного огня. Вы знаете, это действительно большое чудо, и я бы сказал бы, столько может быть, не столько чудо, сколько огромная духовная радость. Я себе представляю те ощущения, я вот не был, я был много раз в Иерусалиме, я служил на гробе Господнем, но именно в субботу во время восхождения благодатного огня я ни разу не был, но я могу себе представить, что это за чудо, потому что мы с нетерпением ждём увидеть его по телевидению, и это совершенно разное, когда ты там стоишь, и когда видишь по телевизору, и, конечно... Это, наверное, единственный случай, когда священники разрешают смотреть телевизор на эту неделю. Смотрят все и ждут этого события. Я хочу сказать, что действительно это одно из таких милостей Божьих, которое укрепляет людей в вере, которое именно православных укрепляет, потому что мы всегда говорим о том, что наша вера правильная, не о том, что мы крестимся тремя перстами, слева направо или справа налево, а о том, что мы содержим в чистоте догматику и учение, которое оставила нам Церковь. И вот поэтому, и не только поэтому, скорее всего, Господь даёт это вот чудо нам для укрепления, для укрепления нашей веры и для радости накануне величайшего праздника Пасхи Господень. Мы с вами... Я уже священника много лет, но я хочу сказать, что в советское время мы не слышали ни о каком благодатном огне. Не слышали. Для нас праздник Пасхи такой был, что сердце выскакивало от того, что мы приходили на богослужение. Я ещё был подростком, нас отлавливала милиция, записывала, где работают родители и выкидывали, а меня с алтаря послали в Ризницу там принести богослужебные вещи. Я перелезал через забор. Я дышал этой радостью. Это Пасха, это через несколько мгновений запоёт Христос Воскресе. И когда учили семинарий, тоже не особо так и знали и слышали, что есть благодатный огонь. А это для нас стало в 90-е годы доступно для нас. Вот такая вот радость. И наш митрополит Владыка много раз ездил на гроб Господень, привозил делегациями благодатный огонь. И я хочу сказать, он действительно заряжает верующих вот этим светом от гроба Господня. Этой духовной светлой радостью заряжает нас. Но вместе с тем хочу выразить некую опасность. Для нас христиан главный Христос, не огонь. И бывают некие вещи, я являюсь свидетелем. Люди приходят в аэропорт, люди приходят к кафедральному собору, берут благодатный огонь, радуются, идут домой, Пасха наступила, режь куличи, яйца, можно включать телевизор, пить, есть, веселиться. Не это главное. Главное прийти в церковь, всю ночь выстоять, пропеть славу воскрешему Христу, причаститься, потому что на земле нету теснейшего общения с Богом, со Христом, как только в святом причастии. Нету. Это там мы увидимся глаза в глаза. А здесь, кроме святого причастия, нету ничего теснейшего. И вот не дай Бог, чтобы не было никакой подмены, потому что вот благодатный огонь, хорошо, здорово, как и Туринская плащаница, это радость для нас. Но это не основное. В символе веры нету, что мы верим в благодатный огонь, веруя во единого Бога, Отца Вседержителя и в Господа Иисуса Христа. Мы не должны путать подлежащие со сказуемым. На первом месте подлежащие, потом сказуемые. На первом месте Христос, который дает этот свет, а потом все остальное. Для некоторых это свет и больше ничего не надо. А где Христос? Это вера людей или страсть людей к символам, тяга к символам. Вы знаете, это так, но это нас не спасет. Мы должны твердо, четко знать, если мы христиане. Христиане, Христос наш Спаситель. Понимаю. Вы знаете, я нигде никогда не слышал такого объяснения, а как после Пасхи должна существовать душа человека, оно имеется в виду, как должна течь наша жизнь после празднования Пасхи. Нужно ли дальше придерживаться каких-то определенных церковных канонов, следить за тем. Конечно, конечно. Ведь праздник Пасхи не говорит, все, ребята, отпраздновали, выпили, гуляй, пей, ешь, веселись, бери нож, иди под мост и так далее. Церковный круг, церковный круг богослужения начинается с Пасхи. Начинается чтение Деяний апостольских и чтение Евангелия от Иоанна. Первая глава. И именно с Пасхи начинается цикл годичный круга церковного. И мы с вами знаем, что вся неделя пасхальная во многих храмах каждый день совершается богослужение и каждый день совершается крестный ход. То есть и церкви, и духовенство с народом выходят на крестный ход символ того, что мы проповедуем Христа воскрешего миру. следующее воскресенье после Пасхи называется неделя Антипасхи. Что за такое интересное название, да? Абсолютно. Антипасха. Против Пасхи? Нет, не против. Это уже выход из Пасхи, это воспоминание Пасхи. Накануне, в субботу вечером следующей недели затворяются царские врата, начинается читаться и петься псалтирь, и мы возвращаемся к обычному кругу богослужений. То есть всю неделю в церквах открыты царские врата, показывают о том, что Господь разрушил медные двери ада и всех впустил в Царствие Божие. Алтарь с символом Царствия Божия, Царство Славы, оно открыто для всех. Воскресший Христос открыл эти врата для всех. Ну и, наверное, здесь уместно вспомнить и грядущие такие дни, как Радоница, поминовение усопших. Родительский день его еще называют. Родительский день его еще называют. Это чисто русский праздник, чисто русский, который не знал, не знает до сих пор греческая церковь, но румыны знают, так как они близкие наши соседи, но у них свои патриархаты, близкие наши соседи, и болгары от них научились. Что такое Радоница? Как называется он во вторник десятого дня после Пасхи? Почему нельзя совершать воскресенье поминовение усопших? Потому что Христос воскрес, следующее воскресенье это седьмой день, это еще праздник, это восьмой день, еще праздник Пасхи, праздник жизни, праздник живых. В воскресенье вечером совершается еще воскресное вечернее, которое тоже принадлежит к воскресенью. и полный, полноправный день, когда можно совершать поминовение усопших, это десятый день, это вторник, после Пасхи. Поэтому с понедельника уже можно начинать поминать усопших. А воскресенье еще нельзя, и этот праздник еще называется Красная Горка, в этот день начинается венчание. Но в советское время не делали никаких выходных, никаких послаблений верующих, и люди вынуждены были идти тогда, когда могли. И вот поэтому это традиции, которые уже 25 лет нет от Советского Союза и Советской власти, а традиции, видите, укореняются глубоко и живут по сегодняшний день. Поэтому если есть возможность соблюсти, как положено, понедельник, вторник, лучше так соблюдать поминовение усопших. Спасибо вам, отец Николай, за эту беседу, за этот неспешный с нами разговор и за вот это просветительство. Я думаю, что многим из наших телезрителей что-то из сказанного стало по-настоящему откровением и, наверное, сподвигнет к тому, чтобы по-новому взглянуть на свою текущую жизнь, на свои планы, на то, как дальше существовать в мире человеческом и что становится главным для него. Спасибо большое, что пригласили и пользуясь случаем. Я всех-всех телезрителей хочу поздравить с праздником Пасхи, самым великим, самым светлым, славным, радостным праздником, праздником жизни, праздником победы жизни над смертью. Храни всех Господь. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был протеерей Николай, настоятель Свято-Георгиевской Церкви, столицы. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok